Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 января и вот я перед тем, как начать показывать свой посев перца, освещаю многие темы, нужно ли замачивать семена перца перед посевом, какие перцы выбрать для первого посева, а какие можно отодвинуть на потом. И сейчас очень важная тема, пикировать или нет перец, и выяснить это нужно сейчас, до посева, потому что от того, будете ли в последующем вы делать пикировку или нет, полностью зависит схема посева. Вы понимаете, что перец, который вы не будете пикировать, нужно сеять очень редко, а перец, который будет пикировка, у которого можно сеять погуще. Я каждый год разговариваю на эту тему, и все равно в этом году опять начались вопросы, те же самые. Будем говорить, значит, о том же самом. Плюсы и минусы посевов перца с пикировкой и без пикировки. Есть люди, которые ни разу в жизни не выращивали перец с пикировкой, только без пикировки, сеют стаканчик, все, он растет, дорастает до нужного размера и высаживают. А есть люди, которые ни разу не выращивали без пикировки. Это вот я. Но я уже рассказывала, что в прошлые годы я делала обязательно пикировку, потому что я выращивала очень много, и массовые посевы перца на продажу были все. Но сейчас мне не нужно сеять много перца. Я рассадой больше с этого года не занимаюсь. Но все равно в этом году я буду выращивать перец, сеять с пикировкой. Значит, я буду сеять редками густо в лоточке. Почему не люблю сеять в стаканы? Я сейчас объясню. Во-первых, в стакане маленький объем гунта. Если посеяв в лоток, я поливаю один раз в 7 или 10 дней. Вот сделаешь один полив, все, они 7 дней стоят. То объем земли в стаканчике, он пересыхает за 2-3 дня. Это нужен очень частый полив, и они требуют большего ухода, которые посеяны в индивидуальной. Стаканчики иногда бывают при переноске, падают, что-то случается. Мне кажется, в лотке это более основательный посев. Режим полива можно точнее как вымереть. Я вот знаю, что я пол-литровую баночку лью, но этот лоток мне хватает на неделю. У меня все уже рассчитано, все выверено. Сейчас начну, конечно, о плюсах сначала выращивания с пикировкой. Самым первым, самым главным плюсом, который я называю из года в год, и я искренне считаю, что это большое преимущество перед выращиванием без пикировки, это то, что при пикировке мы отбраковываем слабые растения и проверяем состояние корневой системы вот этих перцев. Потому что у многих бывает ситуация, пишут, что вот перец вроде взошел, один-два листика выросла и встал в одной паре. Никакой тли нет, ничего нет, вроде бы никакого и плесени нет. Ну что с ним? Иногда, когда у перца начинаются какие-то корневые гнили или заболевания корневой системы, мы не можем этого увидеть и мы не можем найти причину остановки, ослабленности перца. Вот другие растут, а он нет. А так как он, ну как, посеян в индивидуальной таре и предназначен, например, если без пикировки, мы же не будем его трясти. Вот пикировка это как раз тот период, когда мы можем сеянцы со слабой корневой системой, с больными корнями, с почерневшими, с всякими суродливыми. Бывает просто недоразвитая корневая система. Я вот много лет пикирую и вытаскиваешь из одного и того же лотка одинаковые верхние, когда часть, внизу у кого-то такая мощная корневая система, а у соседа корешок маленький и недоразвитый. И на ранних этапах этого незаметно разница, потому что у них всего там два листика, три листика. Но когда растение начнет расти дальше, эта корневая система, ну вы понимаете, обеспечит этому растению намного больше вот этих вот всяких питательных веществ, возьмет из грунта, чем та, которая маленькая, он однозначно будет отставать. Поэтому сею всегда больше и при пикировке выбираю для себя только те, у кого корневая система хорошо развита и на начальном этапе уже видно, что она здоровая. Я уже говорила, что бывает и коричневая, и такая, с черными, с какими-то скраплениями корневая система. Убираю однозначно, потому что корни это такая же важная часть растения, как и надземные листья. Вот при выращивании без пикировки мы не имеем возможность посмотреть, в каком состоянии у них корневая система. Все. Это вот такой плюс, который при пикировке я прищипываю, мало того, что она и так, выбираю сильную корневую систему, я еще прищипываю вот этот кончик основного корня, и этим мы как бы стимулируем увеличение корневой системы, начинают активно развиваться вот эти вот боковые маленькие корешки, молоденькие, молодые корешки, они самые активные, они больше всего на сосуд этих питательных веществ. Еще при пикировке есть возможность заглублять до семидолей и стимулировать образование боковых вот этих корешков. Еще раз повторю, что корень, он так же, как томат, вот эти корешки наращивает до самых семидолей. Но тут я не могу сказать, что это плюс только тех методов, которые вот мы, тех сеянцев, которые мы пикируем. Кто без пикировки выращивает, тот тоже иногда подсыпает земли понемножку до самых семидолей. И вот эти воздушные корни, вот эти боковые новые, у них тоже сеянцы наращивают, а вот проверить корневую систему они уже не могут. С одной стороны, вот это вот перетряхивание, как проверка корневой системы, это, конечно, плюс. Но многие вот только из-за этого и боятся выращивать с пикировкой, что, конечно, при пикировке мы растения немного травмируем. В какой-то степени мы вмешиваемся в их естественный вот такой жизненный путь, и чуть-чуть им плохо. Конечно, они могут поболеть. Но я вот заметила, если на ранних этапах делать пикировку, вот когда две семидоли и один настоящий листик, они даже не замечают этого, потому что у них еще сильно не вянут листья, потому что их нету. Корешки мы сильно не повреждаем, потому что там один основной, а боковые там крошечные, крошечные только начинают. И вот при этом способе, при ранней пикировке, меньше всего мы травмируем растения. Но с другой стороны, вы видели, как я вчера выложила видео, как я выдергиваю вот такие корнищи уже там. С другой стороны, и большие сеянцы тоже хорошо переносят пикировку. Почему? Потому что у них уже огромная корневая система. Они уже такие сильные, здоровые, но поболеют два дня, и они опять пускаются в рост. Им тоже хорошо. Я вот не вижу сильно таких существенных минусов пикировки. Может быть просто потому, что я привыкла так делать, я уже делаю все на автомате. Я знаю, что ничего не будет у меня из-за пикировки. Не погибнут сеянцы, они не хуже станут. Как сказать? Состояние рассады нисколько не ухудшится. Все. Пикировка. Потом, что я еще хотела сказать? Пикировка иногда может выручить нас и помочь нам спасти рассаду в то время, когда она, например, заболеет черной ножкой. У меня есть видео, года два назад я снимала. У меня, хотя я говорю, что очень редко это бывает, увидела два сеянца, вот так вот раз свалились. Первое сразу проверка метода. Это медкомиссия определила. Я выдернула черное потемнение, как вот стволик перехвачен и темное. Это значит черная ножка. Откуда она взялась, я не знаю, это не суть важно. Если бы я вот эти сеянцы и все остальные оставила в этом лотке, оно же это заразное заболевание, она бы вот так вот кругом пошла, пошла, пошла и распространилась бы на весь лоток. И все они у меня вот так вот понемножку полегли бы, что и бывает у многих огородников. Тут я сразу снимала видео вынужденная пикировка перца. Вынужденная пикировка это когда для спасения всех остальных мы должны весь этот лоток перетрясти, растение, корневую систему промыть в дезинфекторе и посадить в новый свежий грунт все. И вот я там малым количеством, короче, мы обошлись. Эти, конечно, вот которые рядом были, я не стала брать, они погибли. А все остальные я выдернула, ну не выдернула, как вместе с комом земли, вытряхивала, промывала, распикировала. Все они остались живые. Я вот хочу дать совет начинающим огородникам, если у вас что-то начинается. Вот начинается сейчас обычно в зимнее время на ранних посевах какая-то гниль, падают растения, погибают. Нужна срочная пересадка, то есть пикировка растений в другую, грунт свежий и с обязательным промыванием в каком-либо дезинфицирующем растворе. Можно просто в растворе марганцовки. Мы детей всех раньше, когда с роддомов привозили нам врачи, квалифицированные, образованные говорили, что мыть ребенка нужно раствором марганцовки, чтобы вся зараза вот эта вот к нему не прилипла. То же самое делаем и с растениями. Я делаю так всю жизнь, хотя сейчас говорят, что марганцовка не действует, она не обеззараживает. Прекрасно она обеззараживает и может помочь в том случае, если у вас больше нет никаких других средств. Так, это сказала. Ну-ка, может еще что-то важное не успела. Я специально вам выписала все, что я хотела рассказать. Ну, конечно. Про экономию времени это вам место забыла. Основное, из-за чего люди высаживают вот так вот загущенно с последующей пикировкой, это, конечно же, экономия места на стеллаже. Вот сейчас начинаются посевы. Сейчас петунию надо посеять. Я обязательно нужна подсветка. Все под эту лампу лезут. Томаты посеяла, перцы, сейчас будут баклажаны. И в то время, когда на окне еще нельзя выращивать вот эти теплолюбивые, они все у меня будут на стеллаже. Конечно, или они в одном лотке 40 штук вот так вот поместятся и будут. Или если бы я их в отдельные стаканчики или в какие-то крупные кассеты, они бы у меня заняли целую полку. Преимущество выращивания с пикировкой, это, конечно, еще экономия места. Но и без пикировки, смотрите, если вам, это вот у меня много, если вам надо всего 10-20 перчиков, если вы не хотите трясти вот этими корнями, дополнительная работа, выращивание без пикировки чем хорошо? Никаких дополнительных хлопот. Вы один раз посеяли и все. И он будет у вас, может там расти до самой высадки в грунт. Если вы не хотите трясти вот этими корнями, менять вот эти грунты, вполне можно вырастить и без пикировки. Но я все-таки сторонник ярой пикировки. Самое главное, вот этот вот отбор, когда я хилых выбрасываю, всяких нездоровых, которые отстали в росте, а еще хочу сказать, сейчас начнется неравномерный, этот, всходы неравномерные, у перцев это часто. Какие-то вылезут уже, будут здоровые, а какие-то только-только-только, самые последние, я вот за ними наблюдаю, если они немного отстают в росте, я их тоже не беру, потому что у него, значит, была слабая семечка, у него будет и этот росточек поменьше, позже вылезло, будет росточек поменьше, значит, он будет вообще послабее. Я их отбираю как спартанцев. Беру только сильных, здоровых, крепких. Именно с таких мы получаем богатый урожай. Ну а с хилечков, их можно, конечно, тоже выхаживать, выкармливать, но нет смысла, если у тебя есть выбор. Вот если я сею, например, 10 семян, а мне надо всего 6, ясно, что если я 4 буду убирать, я откину самых слабых, самых таких, все. Останутся вот мои спартанцы, которые дадут мне хороший урожай. Я надеюсь, понятно объяснила. Конечно, это видео в основном для начинающих. Все опытные огородники, они уже все давно для себя решили. Они уже давно разделились на два лагеря. Иногда непримиримых, которых спорят друг с другом. Одни только за пикировку. Другие, да зачем это нужно? Только без пикировки. Говорят, что мартышкин труд, и это все растение мучаете. Зачем вы там щипаете ему корни? Но уже доказано, что повреждение корневой системы стимулирует растение. Вот эта стрессовая ситуация дает сильно толчок, рост новых корней, и оно наоборот крепчает. Наверное, так же, как у людей. Что нас не убивает, то делает сильнее. Так и растение. Все, до свидания. Сейчас буду сеять перец. И, как всегда, сделаю один видео короткий, который просто теоретически расскажу, что я делаю во время посела. А второй будет длинный-длинный, муторный, пошаговый. Буду показывать опять, как я месила землю. Хоть и говорят, ох, как долго месит. Так это самое главное. Все, до свидания. Продолжение следует...